У меня это получается, что это, может быть, интересно было только мне. Вот в этом издании здесь не только мои переводы, здесь еще есть переводы, амаров перевозок других перевозчиков. Плюс здесь еще очень интересна статья нашего самскриптолога Павла Александровича Гринцера, посвященной самскриптской литературе 4-8 века. Время, когда жил Амару, когда жили другие классики, такие как Каледаса, Бана. Ну, это тоже, мне кажется, интересно для людей, которые увлекаются и индией, и поэзией не обязательно индийской. Если говорить о том, зачем человеку, увлекающемуся индией, читать Амару Шаду, то есть это просто, во-первых, это хорошая стихия. А помимо этого мы можем представить себе духовный мир простых индийцев, потому что герои Амару это не цари, это не мудрецы, это обычные люди, потому что это средний класс. Можем представить, как мы жили, какие мы чувства испытывали, и лучше понять на традиционную дистанцию. Ну, пожалуй, все, что я хотел сказать Амару. Я бы хотел прочитать несколько стихотворений в своем переводе. Да, надо еще отметить такую особенность, которая, может, покажется нам несколько странной. Потому что мы привыкли, что лирика, в лирике автор выражает свои чувства. Когда мы берем Амару, то очень многие стихи это, ну, либо такие мини-новеллы, Либо это, больше многие написаны по лица женских персонажей, многие написаны, некоторые написаны как в форме диалога. И это тоже, мне кажется, интересная такая особенность классической индийской поэзии. Сейчас я прочитаю несколько стихотворений. Такая мини-новелла, несколько юмористическая. Те нежные речи, которые ночью вела она с мужем тайку, При всех попугай повторить начал громко и стыжем своим языком. И чтоб замолчал поскорее негодник, Рубин из сережки она засунула в клюв ему быстро под видом, Гранатового зерна. Это моя любимая стихотворения из Амару. Да, вот я специально его подобрал, потому что это твоя любимая стихотворения. Вот это монолог написанный от лица женщины, обращающейся к своему мужу. Помнишь, любимый, как прежде между нами бывало? В поле случалась размолвка, я хмурила брови, молчала. Но неизменно за ней наступало потом примирение. Радостным смехом вдвоем мы мое отмечали прощение. Ныне же наша любовь уж не та, что когда же. Видно, судьба такова, решена виновата. Снова к стопам ты простерся моим, но гляди, Не утихает мой гнев, не желает уйти из груди. И еще. Тоже от лица женщины. Я знаю, что стоит женщине явить свой ревнивый гнев. И тут же при дне любимой склоняется присмиренно. Потом примирение, объятие и ласки. Нет числа, но слишком мне дорог мил, И я бы так не смогла. Еще напоследок стихотворение, такое писательное. Тело побелело от сандала, Кругы покраснели от бетеля, И омыты чистой водой кожи, Что блестят, как газели, И цветы, украсившие косы, Волосам дарят глуханье, И прикрыто тело лунолихой, Только тонкой льняной тканью. И приходит чарование лета, В дне надели, Вечерами летом. А, да. Я думал, что в этой книге есть Переводы, Переводы других переводчиков. И вот здесь, Сейчас присутствует Матерьевич Сахаров, Который Переводчик Советское время, Стихи о маме. Здесь опубликован один из этих переводов. Он сейчас прочитает. Остальные просто не сохранились. Это первая публикация Того перевода, Который случайно остался у меня в памяти. Это стихотворение от лица мужчины. В слиянии объятий стеснена Ее открыто груз, Бьет кожу дрожью, И нежным соком страсти Совлеклись, Струясь по бедрам вниз Ее одежды. Нет-нет, любезный, Хватит, подожди. Ну, гаснет звук Ее мольбы чуть слышной. Уснула может стать Или мертва Или со мной слилась Или глупся снится. Петр Дмитриевич, вот чем для вас, Амару? Для Максима это как вызов. А вы, вы зачем занимались Амару? Неужели мало поэтов на свете? Я любил эротическую поэту. Даже так? Даже так. А что еще есть эротического достойного, кроме Амару? Кроме Амару, что еще есть в Индии? Есть что-нибудь еще эротическое? Ну, та же субхаша-то разно точно. Субхаша-то разно точно. И все? Ну, много чего. Но чем примечательен Амару? Он сложен? Или он просто красив? Он красив. А красота за счет чего? Он какие-то образы дает необычные? Или чисто форма настолько сложна, что хочется попробовать свои силы? Вот, вот, да. Здесь для меня... Понимаете, дело в том, что на языке оригинала эти стихи написаны весьма своеобразно. Там нам очень трудно понять, как они воспринимали на слух, поскольку зачастую строка, состоящая из множества корней, наращенных друг на друга. И связь между этими корнями, корнями в лингвистическом значении, понять очень трудно. Ну, в смысле, что на слух расчинить это вряд ли возможно. То есть, это такая поэзия, получается, когда ты уже заранее уже знаешь, проанализировал, обдумал, и ты уже воспринимаешь, получается, ты не можешь просто прослушать и на слуху вот разобраться, что, чего и как на самом деле. Получается так. Меня в свое время как-то заинтересовало, я пытался понять, как, надо сказать, до конца я не понял, каким образом они на слух могли воспринимать эту поэзию, которую, в принципе, для расшифровки которой требуется огромное количество комментаторов, то есть, огромное количество комментариев, чисто вот этих языковых и лингвистических. И вот через это я стал пробовать делать собственные переводы, повторяю... Чтобы разобраться. Чтобы разобраться. Они все были... Они все были... Кстати, началось мое вхождение в такой тип поэзии с поэмы Каледасы. На и ходу, то облаковестник. Каледасы это, вообще-то, основной классик древней индийской литературы. Пушкин. Да, Пушкин. Древний. Кстати, действительно во многом сопоставим, потому что вот по какой-то легкости, вот с ним, наверное, можно сравнить только Пушкин. Угу. То есть, нет закручивания ради закручивания? Если можно сказать лошадь, то мы говорим лошадь. Нет, и то же на другом. Легкость поэтическая. За счет чего? Не лингвистическая. Вот откуда придется легкость? Ой. Вот не знаю. Это... Это я не берусь... Но она есть. Я не берусь это сформулировать. Ее невозможно воспроизвести. Ее невозможно воспроизвести, да. То есть, не проанализировать, не воссоздать, потому что она или есть, или нет. Да. Вот на счет Пушкина я тоже не могу. Я не могу вам сейчас взять и выложить аналитику, в чем легкость Пушкина. И даже если читать Пушкиноведов легче не становится? Да, конечно. То есть, только тяжелее? Тяжелее. Нет. Мы много узнаем. От ведов мы много узнаем, потому что действительно во многом что-то становится понятнее. Но для меня Пушкин стал Пушкиным задолго до моего знакомства Пушкиноведов. Он часть вас? Да. Он для меня стал моим всем. Ну вот, первым поэтом. Все-таки из Руссии. Задолго до того, как я прочел хотя бы одну строчку из Пушкиноведов. А кто тогда Лермонтов в Индии? Ну хорошо, есть Пушкин, есть Каледаса. А Лермонтов? Да, нет. Когда Лермонтова ставят... Не знаю. Как он соотносится с Каледасой? Это один класс? Это все-таки очень, очень, очень отлично от Каледасы. Потому что это уже другое время. Это... То есть, вроде бы один санскрит, а на самом деле разные, потому что получают разные задачи, разные способы их решения. Я даже не стал бы отформулировать через задачи в другой раз. Ну, получается, вроде такая ученая поэзия, да? Да. То есть, это не то, чтобы вот мы на слугу услышали и сразу поняли. То есть, это маловероятно получается, потому что эти нагромождения, они не тривиальны и не очевидны. Да. Они требуют вдумчивости. Да. То есть, это такая созерцательная получается поэзия. Да. Наверное. Которая где-то играет звукописью, но вообще она достаточно концентрированная получается. Да. Но игры звукописью, они, конечно, они уже... Вот с раннего средневековья, скажем, с Барави, там уже начинаются, действительно, игры. Игры размерами, игры с звукописью, когда уже порой всё-таки первична игра, а вторична, скажем, смысл. То есть, если смысл не клеится, или он не особо глубок, то это никого не волнует, потому что форма превалирует. Да, потому что поэтическое, например, там, скажем, написать четверостишее всё только царшем согласном. Разные гласные, но согласных только этих, допустим, да. То есть, это получается такой, с точки зрения индийской поэзии, второстепенный продукт, но весьма интересный. Да. Вообще, на всём деле, эти игры не только в поэзии, они даже и в прозе санскритской были, потому что, например, Даши Кумары Чариты, «Ниключение десяти принцев» Дандина, там есть один рассказ, который не содержит ни одного губного звука. Губные звуки – это «Па-па-па-па-па-на». Вот у нас пять варг, вот у нас плакаты, вот пятая варга, соответственно, то есть искусственно исключили. Весь рассказ этого принца не содержит ни одного губного согласного, хоть чего, потому что ему важно показать, как ему возлюбленное замуж на руку самок. Что у него уже, так сказать, нарушен речевой аппарат, и рассказ весь построен так, что не употреблено ни одной из этих пяти букв. Согласно. Вот это, это, это игры. Иногда необыкновенно искусственные. А в поэзии я просто привёл такой хрестоматийный пример из прозы. То есть это то, чем у нас, получается, занимался Павел Александрович Гринцер, получается, изучением как раз древнеиндийской прозы, получается, да? Да, ну, не столько, вот не столько этими техническими приёмами занимался, сколько. Другими, да, это его первоначальная тема, и Павел Александрович. Но Павел Александрович перевёл один из шедевров древнеиндийской прозы, это роман Бады. Он же сверхсложен. Да, он сверхсложен, там, и обыкновенно сложные в языковом отношении. И передать его на русском языке, это, конечно, тоже было особым задачей. И вот Павел Александрович, на мой взгляд, с нею виртуозно справился, публиковав свой русский перевод. Любовного романа, где любовная история двух любовных пар, который, оказывается, как потом мы выясняем в процессе чтения этого романа, это не просто, так сказать, путешествие по их жизни жизни, но это ещё и путешествие по перерождению, потому что это две пары, которые, отношения между которыми, повторяются на протяжении нескольких перерождений. То есть это такой закрут. Такой закрут. То есть, получается, я обычно, когда объясняю разницу между поэзией и прозой, я говорю, что поэзия – это закрученный язык, то есть вот проза прямой, как палка, а вот, вот, а получается, что и проза тоже получается непрямая, получается тоже матрёшка. Да. Естественно, понимаете, любая настоящая проза, она в какой-то степени поэзия. Она не органи... это... это не в том смысле поэзия, когда текст организован по каким-то поэтическим законам, например, имеет размер, имеет рифму там и так далее. Там, строфическое деление, скажем, или отсутствие такового. Но, тем не менее, настоящая художественная проза всегда в какой-то степени поэтическая. Чему, например, сам скажем, Николай Васильевич Горвель называет «нортвые души» поэмой. Не романом, не повестью, а поэмой. И когда мы читаем вот эту хрестоматейную тройку, отвлечёмся от того, что часть школьной программы или чуден днепр, то это действительно подпоэзия, хотя там нет поэтического размера, там нет рифмы. То есть, получается, индус, древний индус, что бы он ни сказал, это всё выливается в поэзию, получается? Нет, не обязательно, что бы он ни сказал. То есть, или поэзия, или хотя бы заверсифицирована. То есть, он не может сказать ничего, что не является заверсифицированным. То есть, всё в стихах, но стихи не всегда стихи, а иногда получается просто некая форма. Я бы сказал, что всё в поэзии, но не обязательно стихная поэзия. А в чём разница? Разница в... Ну, в данном случае, для санскритской поэзии, это метрическая и страфическая организация. Ну, то есть, получается, все тексты так или иначе метрически организованы. Нет, нет, нет. Нет, все тексты не метрически организованы. Проза не метрическая. Хорошо, но проза, она ведь ничтожно мала в количественном отношении. В рамках древнеиндийской литературы она ведь ничтожно мала. Получается, что всё, я вам говорю так, что нет никаких утверждений, что всё метрически организовано, кроме прозы, кое немного, но из этого метрически организованного лишь малая часть является стихами. Да. Притом, есть проза там тоже очень разная проза. Там есть проза, в общем, такая, ну, как бы сказать, высокая, вот типа Боана. Да, да. И есть невысокая. Это типа тегерская, ну, вот, скажем так, рассказы попугая. То есть, опять же, скатываем с керотиками. То есть, рассказ попугая, это ведь... То есть, получается, что половина индийской литературы такое ощущение, что это эротик. Ну, не в порядке. Да, собственно, статистическая эротика. То есть, куда ни плюнь, получается, везде эротик. То просто, что стихи. Ну, да. То есть, то, что не философия, то, что не религия, то получается эротика. Только не будем забывать, что для древнеиндийской культуры эротика имеет, как правило, завязано на какой-то глуполка живезной философии. То есть, она не самоцель. Она и не самоцель, и не самоцель. То есть, одно другого не вещает. Но, вот мы видим, что там, скажем, на гребнеиндийских храмах огромное количество эротических, то есть, тут метод. Высоко художественных. Высоко художественных. И иногда просто с позиции, вот, современной, так сказать, цензуры. Откровенно правоохранительственной. Тем не менее, это эндоскульптурный храм. Потому что, вот, взаимоотношения по уху, скажем, индуистских, я сейчас вам сильно все украшаю, но стараюсь передать, все-таки имело глубокий религиозный смысл. И представления о Вселенной, они тоже были, они имели некой, некой такой... То есть, они переплетенные получили? Переплетенные. Переплетенные. Да, они верили некой эротической толковой. То есть, для меня было удивительно, когда я в Регведе обнаружил вещи, ну, мягко говоря, откровенно. Ну, не порнографические, допустим, но... Ну, для меня это было неожиданно, скажем так. Прям такие намеки, и прямые, и косвенные. Регведя намеки, там, да, просто все эти... То есть, получается, они не святоши? Нет. Нет. Дело в том, что тут как бы не было вот этой вот грани между... То есть, они не изображают святость, они не... Ну, как бы... Они не делают вид, что они лучше, чем они на самом деле есть. Да. Дело в том, что все, что отражено эротической поэзией в Санкт-Петербурге, и в Санкт-Петербурге, это с точки зрения эрнуийской этики, совершенно законные отношения. То есть, это либо супружеские... Либо супружеские отношения, либо добрачные, которые в данном случае совершены законы по тем или иным отношениям. То есть, это не разврат? Это ни разу. Это свобод... Свободные. Нет, это правда, они были свободные, недожатые... Вот, там просто были свои границы свободы, но при этом... Они это не считали кошельским чем? Да, но... Естественно. Да. В данном контексте... Ну, то, что для, так сказать, одного может быть совершенно законным, для другого, скажем, для другой стадии жизни, будет уже не законным, недопустимо за счет ваших. Так и так. Максим, что ты думаешь, что это? С Эльдюком согласен? Ну вот, получается, помимо Амару, что из санскритской эротической литературы было такое перебдыно. Я упомянул Хартрикари, но его отнести к эротике невозможно. В Хартрикари есть стихи эротические, а у него... В его трехстах строфах есть Жилгара Шатаха, да, то есть 100 строф по любовной страсти. Есть еще поэма Чаура Панчашиха, которая написана за средневековым пайду Гирханя. То есть, дословно, 50 строф вор, 50 строф о тайной любви, об украденной любви по разным переводам. Это тоже любовно-эротическая поэзия, которая, на мой взгляд, не уступает, а может быть, даже превосходит поэзию Амару. И это очень эмоциональный, при этом очень музыкальный. Они просто пронизаны такими созвучиями, в переводе тоже трудно переждать. И поэтому я предпочел это перевести в рифму. И, кстати говоря, недавно был новый перевод Чаура Панчашиха на английский, и он тоже сделан был в рифму. Это необычно для индийской терапии? Нет, на английский язык это не индийцы переводили. В то время я имею в виду рифма. Это что-то необычное? Для классической индийской поэзии. Классической нет, но в поздней поэзии, например, скажем, Гитагайпин, Диджая Девы, там появляются целые фрагменты, написанные в рифму. Интересно, что вообще рифма используется в прозе. То есть вот в тех же романах там можно найти вот такие рифмованные окончания. Причем этот прием, это не чисто индийский. Это такое встречается, допустим, в древнегреческой литературе и в латинской. И Ленинсов даже предполагал, что рифма сначала развивалась в прозе, а не в поэзии. Потом уже из прозе попало в поэзию. То есть некие периоды, получается, которые отчерчиваются. Да, да. Там, как правило, такие простые рифмы рифмуются. Глагольные окончания никакого не обязательно. И вот такого типа рифма и дезвое чувствование существительное в этом этапе подчеркивается. Да, и когда перечисления идут. Они как-то неуслажды, но... У всяких древнерусских встречается в литературе. Такие созвучия, на самом деле, есть везде. Допустим, в ромэне, это достаточно верный текст, но там есть некоторые строфы, которые, в принципе, они за ним не залифмуют. Вообще, действительно, если мы возьмем литературу, то эротика играет очень большую роль. С ней связаны, как или иначе, и прозаические произведения, и литерские романы, и драматургия тоже, знаете, посвящена любовной тематике. И стихи того же Калейдас и его большие поэмы «Охрождение Кумары», это поэма о любви Пармати и Шивы, это лирическая поэма «Ублоковестник», которая представляет собой монолог бога Якши, обращающегося к своей возлюбленной. Действительно, не считалось чем-то непристойным, это воспринималось как нечто абсолютно естественное. Понимаете, вот такая поэзия, она гармонично существовала со стихами об отречении от мира, которые есть у того же прошлого царя, спробовая ее аскортизма и так далее. То есть, мы говорим к разным-разному роженистям, которые никак не противоречивают друг другу. То есть, мы делаем их как-то трудами. Действительно, это не разврат, или здесь... Ну, то есть, в странах, нет никакого такого бухгетанского отношения, которое, в смысле, даже западного вероятного спорта. Петр Дмитриевич, что еще мы можем рассказать о санскритской литературе, чего мы еще не рассказали? Отойдя в сторону от эротики, вот зачем взрослый человек может заниматься санскритской литературой, литературоведением? Заниматься профессионально? Допустим. Или хотя бы... Или просто... И вот любить. Вот за что ее любить? Вот в мире много литератур. Да. Вот зачем заниматься древней Индии? Вот чего там такого, чего нету у Фаусты? Вот что вас соблазнило в свое время? Что меня соблазнило? Вы знаете, я пришел в индийскую литературу, в занятия индийской литературой совершенно, как при обычных путем. Я учился на Театроведческом факультете Гетиса. На втором курсе у нас был такой предмет «Теория драмы». Читал его такой покойный литературовед Марк Берхович Поляков. И начиная курс «Теория драмы», он сказал, что впервые теория драмы как наука возникла в Индии. На самом деле это было неправдой. Но это неправда вас подвигло разобраться, правда или неправда? Да. Потому что все-таки древнегреческая была раньше, чем индийская древнеиндийская драма. Но не важно. Важно, что для меня было таким... Я знал, что в индийской цивилизации там было много чего... Того чего не было ни у кого и задолго до, но... И задолго до, да. Но я вообще не знал, что в древней Индии была драма, что был театр. Ну, еще и теория драмы. И я... Для меня это было... Так меня это все поразило, что я пошел срочно изучать все, что вообще было доступно. А что было доступно? Ну, первое, что я нашел, это статью Эрмана про теорию русика Данцевича, про теорию драмы Древнегреческой. Такая небольшая статья на русском языке. Ну, в общем, довольно так обстоятельно описывали, дающие описание уже того, что было... Она удовлетворила ваш голод или, наоборот, разожгла его? Да, только разожгла. Я пошел изучать, что вообще, что из себя представила драма. Ну, я нашел какие-то переводы, какие-то статьи. И вот тогда я решил, что все, я буду заниматься, я буду учить санскрит, я буду изучать древнеиндийскую драму. То есть одно неосторожное предложение... Какой неосторожное предложение... Поменяло взвод весь вашей жизни. Да. И, ну, значительные части моей жизни, потому что потом я сделал диплом по индейской драме под руководством известного нашего санскритолога Юлии Артмин-Арихановой. И потом я продолжил заниматься древнеиндийской литературой, уже делал диссературную руководство. Напоминавшим судом Павла Александровича Грицера. Вот, вот так вот получилось. Но для меня... В дальнейшем все равно, вот по мере того, как я занимался изучением Эбоса, Урана, для меня это было чужой футбол. Она не стала по ее... Она не стала вот в этом вот... Частью вас, скажем? Частью меня, да. Она интересна, но она как бы сторона. Как тот же Кушкин, как многие русские писатели, как многие европейские писатели... Это все-таки для меня все-таки... У меня всегда было отношение к физическому институту. Как бы глубоко я в это не проникал, это не стыдно. Ну, может, в какой-то степени стыдно. Ну, и глубоко. Вот. Может, у нас есть какие-то вопросы? Есть вопрос к переводчику. А как долго вы переводили Амар-Шаха? Сложно сказать, потому что я же не работал за дни ежедневно. Но, в общем и целом, наверное, около полутора-двух лет. А вы в основном днем или ночью? Сложно сказать. Знаете, иногда бывает такое, что я вечером делаю подстрочник, потом ложусь спать. И вот пока я еще не засторган, в состоянии как-то ограничиться, у меня приходит вариант. Я стою, записываю, засыпаю. На следующий день управлю. И вот так вот. Практически не нужен процесс. Я вложу ему варианты метровой. А был какой-то стих, с которым вы очень сильно мучились, не знали, как его перевести, не понимали. Вы знаете, те стихи, с которыми я очень мучился, как правило, те стихи, которые мне были совершенно неинтересны. Я постарался, чтобы здесь все-таки не все произведения, Амару здесь нужная редакция, а вот те стихи, с которыми я особо долго писал, мне не хотелось их переводить. Я не понимал, как переводить, я их не включил. Вы их не включили просто, да? Но вы вообще думаете, что личность Амару реальна? Мне сложно сказать. Может быть, действительно, какой-то коллективный сборник. Поэтому мы не можем сказать, даже если Амару был, то какие именно стихи, то есть, приписываемых ему, он действительно писал, мне кажется, это нереальная задача у себя. Его автор стихи. Ну, собственно, какая проблема? Существует ли отношение к Артрихарию и с ума, на самом деле, восточных поэтах? Может быть, еще несколько стихотворений? Мне кажется, что все же прозвучало недостаточно много стихотворений. Знаешь, я... Можете, наверное, не из Амару, а из приложений. Да, из приложений, из разных поэтов. Вот... Есть такой сборник... узоры любви, ингротила, как которые приписывают каледаси, здесь у нас. Ну, это либо его приписывается, либо его, может быть, ранее произведение. Ну, я перевел одно стихотворение. Из лотосов темно-синих Творец твое участь создал, лихтвы из белых линий, зубы из цвета жасмина, пустая из бутонов тела, из чампок и золотистых. Скажи, от чего же в грудь он вложил тебе в сердце, из калу. И... вот просто для разнообразия, да... Прогубок. Прогубок. Да, да. Вот... Пример пейзажного стихотворения, это средневековый поэт... Югешвара в девятом веке. Видно, что индийские поэты очень часто старались создать такой неожиданный образ. Это для них было во многом самоцельно. Туча кошка Язычок дрожащий Молнии Выбрасывает быстро без лактайка безмести лунного сияния молоко И... еще... одно стихотворение не такое, скорее, философское Не украшали рук моих браслетов, хрестящий как умные осени Я не отведал юных буду жены дрожащих от смущений и нежных Не заслужил себе бессмертной славы науками или на ратном поле Я время растерял его будет школа нахально обучая сорванцов Пожалуйста. Замечательно. Спасибо. Петр Дмитриевич Сделайте нам удовольствие еще раз прочтите ваш перевод Я не насладился им мне мало напис Я Я Ваш прошу Я расскажу историю как он рождался Как рождается перевод Доча или днем Это доклад для которого я делал этот перевод в котором я демонстрировал само это стихотворение давал его европейских переводов вот Я как-то не успевал его подготовить и накануне я должен был ехать в Ленинград делать этот доклад и накануне у меня уже там оставалось несколько часов я гуляя с ребенком на коляске разложил карточки в коляске там спал ребенок я гулял по Воробьевым горам у нас там был в Розарии был молодежь где-то где мы жили я по этому Розарию гулял с разложившей карточки где-то у меня в процессе опорнулся окончательно доклад я не помню перевод уже был готов или нет но может быть и он тоже вот это вопрос ночью чаще я ночью работаю чем научное поиск в слиянии объятия стеснена ее открыта грудь ее кожу дрожью нежным соком страсти завлеклись скруять по бедрам вниз ее отече нет нет любезду хватит подожди но гаснет звук ее больную чувство у всего у с у с у с у спасибо 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 это я себе аплодирую спасибо спасибо я думаю наши встречи